хочу приветствовать всех моих подписчиков однажды после последних моих роликов задавали мне вопрос насчёт умощнения моего инвертора схему я привёл уже под импульсную версию вот она кстати под 50 герц насчёт умощнения если честно мощность инвертора поразила просто ну с такой вот даже схемой я не знал что действительность инвертор получится таким мощным я подключил лампочку накаливания вот в киловаттная лампа которая у меня находилась под рукой смотрите вот спираль видимо оборвалась я не знаю оборвался спираль просто из-за того что я подключил к инвертору или все-таки спираль уже был оборван ну лампочку подключил раза два три засветились полным накалом у меня расплавились провода инвертора вот поэтому заменил минусовой провод на более толстый тут где-то четыре с половиной то ли пять миллиметров ну чтобы ролик изначально испортить решила заснять с нагрузкой сотню ватт трансформатор типа рт 425 в или б простите на английском будет б вот такой вот источника бесперебойного питания первичная обмотка 2 по 6 вольт вторичная сетевая 220 вольт сейчас я запускаю инвертор вот он меня навесным вот просто собран монтажом лампа у нас горит как может то есть это полный накал и даже больше полного накала но тут ослепнуть просто от сети так не горит как от инвертора а ком у меня наконец-то заряжен поэтому смело включаю никаких проблем не будет я могу вот так очень долго включить у меня транзисторы заметьте без теплоотводов потребление не могу сейчас сказать какое под нагрузку 100 ватт трансфер транзисторы у меня полностью ледяные никакого абсолютно перегрева ну это вот так и должно быть поскольку мощность все-таки сотня ватт на выходе конечно но сами транзисторы давайте не забудем что один транзистор на 150 ватт ну конечно если я будут конечно со стороны пользователей до просьбы чтобы я умощнила эту версию своего инвертора вот выложил еще один видеоролик для сайта паяльник там пользователи просили умощнить схему до одного киловатта если не ошибаюсь насчет этой схемы мощность я бы скажу сказал как бы заявил что составляет 100 ватт но на самом деле мощность тут порядка 200 250 ватт сами транзисторы обеспечивать данный данную мощность могут нам лампочка в данном случае сотня ватт никак не перегревается транзисторы трансформатор издает звуки конечно же этого понятно что импульсы все-таки прямоугольные лампочка у нас как будто подключаем напрямую сеть смотрите вот в некоторых преобразователях мы можем наблюдать что накал полный накал до полного накаливания лампочки там пару микросекунд да то есть сначала накаляется чуть оранжевого цвета ну потом до белого или там светло оранжевого но в нашем случае смотрите сразу же после подключения горит как от сети как будто подключаешь в сеть 220 вольт то есть чувствуется очень большой запас по мощности да противном случае у нас бы горела вот сначала тускло затем бы свечение увеличивалось я честно говоря поражён что такая схема вот она пришла мне в голову совсем внезапно то есть еще год назад когда я выкладывал эту схему я тогда тесты делал с моим мощным трансформатором то есть не знаю по какой-то причине мощность не удавалось повысить до такого уровня наверное за трансформатор но сейчас все это дело светится как я даже подключал сравнивал свечение даже с китайским преобразователем на 175 ватт заявленной мощности этот мой преобразователь справлялся с гораздо крутыми как бы да нагрузками чем сам китай не понимаю от чего это но инвертор тут по идее примитивнейший инвертор работает четко безотказно выдает на выходе чисто 220 вольт ну там плюс минус конечно же есть под частотой 50 герц то есть кинверту я могу сейчас прямой взять и подключить телевизор там дрели все что угодно в общем у меня будет чистый 50 герц и вся эти все эти нагрузки будут питаться в дальнейшем что я планирую сожалению на данный момент с финансами у меня туго на разработку поэтому все это как-то будет тогда когда у меня все таки с финансами чуть поправиться в дальнейшем я намерен перейти по этим вот чертам использовать три трансформатора кстати габаритная мощность трансформатора 300 ватт чистый может быть там больше будет это 400 может отдавать думаю трансформатор первочно все таки толстая довольно обмотка и так я намерен установить 3 трансформаторах три трансформатора дальше подключить их параллельно как бы да и запитать все это от цепочки и полевых транзисторов то есть для того чтобы снять максимальную мощность с этого трансформатор нам достаточно думать о двух пар полевых транзисторов то есть То есть, параллельно подключается вторая пара, и будет трансформатор у нас отдавать более большую мощность. При этом снизится, конечно же, при работе под нагрузку, снизится тепловыделение на полевых транзисторов. Поскольку при открытом состоянии сопротивление у нас, по идее, сопротивление переходов суммируется, то есть, меньше нагрева должно уйти на тепло. То есть, нагрев равномерно распространяется по двум ключам. Вот сделайте скрин, если кому удобно, кому хочется, допустим. Дальше для того, чтобы поднять мощность, я думаю ещё поставить более мощные ключи биполярного типа. Скажем, КТ-817 можно поставить тут. Думаю, работать будет так же, но, конечно же, всё это в теории, так же запараллелить транзисторы. Тут поставить ограничитель по затвору, взять линию с коллектора транзистора, ещё один ограничитель и подать на затвор второго ключа. Силовые выводы, конечно, запараллелить уже. Думаю, будет работать, хотя не уверен. Конечно же, поскольку инвертор больно примитивный. Допустим, тот же источник бесперебойного питания, который стоит немало денег на мощность, скажем, в 300 и больше ватт, то вы можете вот собственными руками, кстати, он будет без защиты, скажу, что схема не имеет защиты, конечно же. Ну, организовать можно, но я не хочу усложнить схему, пусть это будет самая простая схема. Инвертор не имеет защиты у нас, не имеет ничего, но работает очень стабильно и отдаёт довольно большую выходную мощность. Зачем покупать бесперебойник, если на выходе у вас получается тот же импульс, та же частота, что и с бесперебойником. Стоит, конечно же, похорошенько рассчитать частоту мультивибратора. Думаю, будет всё работать. И мощность можно поднять до киловатта. Это, конечно, на теории. В практике я не знаю, как уже сказал, с финансами туго. Когда будет возможность, куплю ещё два таких транса, чтобы габаритная мощность трансформаторов позволяла мне снять эти тысячи ватт. И добавлю, конечно же, схему. Посмотрим всё, как будет. С Божьей помощью. А сегодня я с вами прощаюсь. Ещё раз запущу инвертор напоследок. До новых встреч, друзья мои. С вами, как всегда, была Какасян. Пока.